Дорогой президент, в США вспыхнул новый скандал. За что Дональда Трампа обвиняют в расточительстве и во сколько его привычки обходятся американской казне. Дмитрий Анопченко подсчитал расходы первого лица Америки. Ему не сидится в Белом доме. Дональд Трамп постоянно путешествует. Не за границу, а по стране. Ведь во многих городах Соединенных Штатов у него недвижимость. Там и работает, и встречи проводит. Вот и в эти выходные Трамп в Нью-Джерси. И даже предупредил страну. Написал в Твиттере, мол, поработает из дому. Вместо того, чтобы вызывать суматоху в Нью-Йорке, я поработаю дома в Бэдминстере, Нью-Джерси, в эти выходные. Это также экономит деньги страны. Впрочем, об экономии сказано было зря. Американская общественная организация Judicial Watch много лет изучает расходы на президентские поездки различных глав государства. Вот и о Трампе они составили первый отчет. И выяснили, он по привычке тратит очень-очень много. Но если раньше это были его собственные деньги, то теперь государственные. Очень часто президент в своем поместье в Мар-Лага, которое называют Зимним Белым Домом. Он там даже с мировыми лидерами встречается. К примеру, недавно с руководителем Китая. Но каждый полет президентского борта номер один, Air Force One, в аэропорт Палм-Бич обходится американским налогоплательщикам более чем в полмиллиона долларов. ВВС США вынуждены были раскрыть смету. Рейс в феврале 670 тысяч. Следующий в марте 612 тысяч. Это еще без учета расходов на командировки президентской охраны, Secret Service, и на услуги Пентагона. А именно военное ведомство перевозит к месту пребывания главы государства президентский автопарк. К тому же существуют еще и расходы местной власти. И в бюджете страны, который подписал сейчас Трамп, выделены огромные средства для компенсации. К примеру, 30 миллионов Нью-Йорку, где стоит Трамп Тауэр и где по-прежнему живет его семья. Или 61 миллион долларов крохотному Бэдминстеру, где президент проводит и нынешние выходные. Так что стандартное тут обращение. Dear Mr. Trump, дорогой мистер Трамп, можно воспринимать буквально новый президент в стране действительно дорогой. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер.